В США приняли стратегию максимального давления и взаимодействия с Северной Кореей. Такое решение, по данным ряда чиновников, администрация Дональда Трампа приняла спустя несколько месяцев обсуждений. Президент США высказал ряд идей о том, как добиться отказа КНДР от ядерной программы, включая военные варианты и свержение руководства страны. Новая стратегия будет реализована на фоне склада напряженности на корейском полуострове. Главный акцент в политике Вашингтона в отношении Пхеньяна будет сделан на Китай, главного торгового партнера КНДР. При этом цель взаимодействия Северной Кореи отказ от ядерного оружия. При этом удар по территории КНДР может быть нанесен в случае, если ядерное оружие будет направлено на Южную Корею, Японию или США. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании единого государственного реестра военнообязанных. Напомним, теперь в единой системе будут храниться информации о всех, кто подлежит призыву или мобилизации в ряды вооруженных сил. Речь идет о персональных и служебных данных лиц в возрасте от 17 до 60 лет. В частности, информация о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения в страну. Владельцем всей информации выступит Минобороны, а распорядителем – Генеральный штаб Вооруженной силы Украины. В реестр также перенесут информацию из ЦИК, Госпогранслужбы, Минобразования, Миграционной и Фискальной служб. В нем будут данные военнообязанных из учетных карточек и личных дел военкоматов. Китайские туристы в прошлом году оказались лидерами потратов на поездки. По данным Всемирной туристической организации на путешествия за рубеж жители КНР потратили 261 миллиард долларов. На втором месте – граждане США. Их затраты возросли до 122 миллиардов долларов. Замыкают тройку лидеров немцы – 81 миллиард. На четвертом и пятом местах, согласно исследованию, расположились Великобритания и Франция. Граждане этих стран потратили в прошлом году на туристические поездки в другие страны 64,41 миллиард долларов соответственно. Погрузиться на дно Атлантики и увидеть легендарный «Титаник» собственными глазами. К этой мечте банкира из Нью-Йорка Рената Рохас идёт почти 40 лет. И уже в мае будущего года она осуществится. Вдохновил Ренату ещё в детстве фильм «Гибель Титаника». «С 12 лет я занимаюсь дайвингом. Экспедиция к «Титанику» – мечта моего детства. Я очень хотела найти затонувшее судно сама, но меня опередили. С тех пор мечтаю хотя бы побывать на месте гибели лайнера». Воплотить мечту Рената сможет за 100 тысяч долларов. Именно во столько ей обойдётся возможность участвовать в экспедиции, которую организует компания Ocean Gate Expeditions. «Сколько стоит мечта? Я жертвовала многим, экономила. У меня нет квартиры, нет машины. Все сбережения шли на мою мечту, которая ведёт к «Титанику». Путешествие к месту крушения «Титаника» начнётся от канадского острова Нью-Фаундленд. В общей сложности в нескольких экспедициях примут участие более 50 туристов. Однако обычными туристами их всё же назвать нельзя. Среди них морские биологи и археологи, а также спонсоры миссии». «Они активные участники. Это не туристическая поездка, потому что все – члены команды. Мы обучаем их управлять гидролокатором, системами связи, фотографировать, совершать погружение. А на поверхности они помогут собирать данные». Участники экспедиции планируют исследовать обломки судна и, возможно, найти вещи пассажиров. Это позволит им понять, какой была жизнь в начале 20 века. Исследовательский проект рассчитан на несколько лет. Специалисты хотят выяснить, в каком состоянии находится судно, насколько быстро разрушается. В будущем исследователи планируют погрузить на дно небольших роботов с лазерными сканерами. Они смогут проникнуть внутрь лайнера и собрать интересующие учёных данные. «Титаник» столкнулся с айсбергом и потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике. Это был первый и последний рейс лайнера. Во время катастрофы погибли почти полторы тысячи человек. Спасли 712. Их подобрал пароход «Карпатия» через полтора часа после полного погружения «Титаника». «Этой трагедии не должно было произойти. В ней было что-то мистическое. Это и привлекло внимание многих людей, и моё тоже». «И теперь вы увидите его». «Да, наконец-то». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова